Доброе утро, наши уважаемые телезрители! Я приветствую всех тех, кто с нами, кто только что к нам присоединился. Я хочу напомнить, что сегодня 13 апреля, понедельник. На сегодняшний день питание – одна из топовых тем, тонкости, которые волнуют множество читателей. От разнообразия продуктов питания на прилавках магазинов идет кругом голова, тем самым сбивает с толку. Как не заблудиться в куче информации и выбрать истинно правильные принципы здоровых пищевых привычек для сохранения стройной талии? Мы решили сегодня пригласить к нам в гости основательницу кухни правильного питания Гаухару Латибаеву и диетолога Меруер Муленову. Встречаем наших гостей! Ну что, друзья, ну а мы продолжаем нашу программу. И сегодня в нашей студии долгожданные гости, две очаровательные девушки. Это основательница кухни правильного питания Гаухара Латибаева и диетолог Меруер Муленова. Девочки, спасибо большое. Я вот не побоюсь этого слова, вы просто очаровательные девочки. Прямо вот красавицы. Спасибо большое, что сегодня этим ранним утром вы вместе с нами, вы у нас в студии на телеканале Утраш. Спасибо. Почему именно кухня правильного питания? Это первое, что у нас в Шимкенте я никогда раньше не видела и не слышала. Об этом, можно так сказать. Надь, вообще к этой концепции мы пришли с Мерверт. Благодаря Мерверт я после родов набрала очень много килограммов. И на протяжении долгих времени с разными диетологами работала, скидывала, но опять-таки набирала в два раза больше. Потом, когда мы с Мерверт познакомились, она меня начала учить готовить блюда дома. Ну, ты понимаешь, да, каждый раз дома, каждый раз 5 грамм посчитывать. У меня были онлайн-обучения различные, поэтому она как у меня ученица. И все время на кухне стоять вот это вот как-то уже напрягало. Спустя 6 месяцев я чисто как хобби решила открыть. У меня было здание. Я вот просто хотела... То есть я брала несколько... Систем питания, да, на доставку имеешь в виду? Систем питания брала на доставку, и мне это не нравилось. То есть я хотела открыться так, где бы я сама ела. В общем, Лохар, я тебя поняла, ты это прожила. Да, прожила. На личном опыте. Ты знаешь, что это такое. Прям постепенно, медленно, но верно ты поняла, что это нужно. Причем, что можно есть, худеть, оздоравливаться, не голодая. Это сейчас вот такая, знаешь, юморная пословица, чтобы съесть... Чтобы похудеть, да? Чтобы похудеть, чтобы похудеть. Можно есть все, можно есть все, только правильно, вовремя. Можно уметь знать, что с чем сочетать и когда кушать. Вот и все. То есть концепция была такая. Лохар, конечно, когда ко мне начала приходить с этой идеей, мы каждый день с ней встречались. Как диетолог, наши уважаемые телезрители, вы должны понимать, что как диетолог, вот диетолог начинает объяснять, что такое правильное питание. Потому что, да, я хочу сейчас пояснить, у каждого правильное питание свое понятие о правильном питании, да? Диета у всех разная, допустим, да? То есть я трактую, Гаухар трактует здоровый образ жизни, сбалансированное питание. Допустим, диет очень много, их миллионы, то есть это и палеодиета, и кетодиета. То есть вообще само понятие диета, с греческого если переводить дословно, это образ жизни. То, что питаются многие, 80% жителей, допустим, Казахстана, это то, чему научили нас родители. Их обвинять в этом нет смысла, потому что нет знаний, и нас так научили. Поэтому я считаю, что они тоже на диете, но на диете на той, где набирают лишний вес и портят свое здоровье. Гаухар, Мирвер, вот мы когда готовили программу, да, помнишь, мы упомянули, что у каждого своя диета, и даже лаваш с кефиром, это тоже диета, да. Человек говорит, я когда предложила мясо с овощами, человек мне сказал, извините, я на диете, и я поинтересовалась, а что за диета? Это лаваш и кефир. Это тоже диета, то есть смотри, диет очень много, повторюсь, да, каждый во что верит, то и работает, я так считаю. То есть кто-то на гигантском... Это лаваш работает? Конечно, работает, потому что она в это верит, она в это верит. Но я как диетолог говорю, что это неправильно, потому что что такое лаваш, это углеводы, что такое кефир, это тоже углеводы. Избыток углеводов приводит не только к лишнему весу, да, но еще к таким заболеваниям, как кандида, разрастается, понимаешь? То есть поэтому... Кандида бывает только у женщин и у мужчин тоже, у всех, да? У всех, да, то есть вообще кандида природа придумана для чего? Для того, чтобы утилизовать избыток углеводов. Так. А сейчас углеводистой пищи очень много. Почему? Именно сейчас в наше время? Потому что его легче кушать. Вот согласись, если ты в течение дня будешь кушать больше белка, он сытный, он тяжелый, и его тяжело. А углеводы легче, оно дает нам энергию. Поэтому нам кажется, что углеводы, они как бы легче. Но мы не можем от них отказаться? Мы не можем по-любому, потому что просто нужно сбалансировать, чтобы были и углеводы, и белки, и жиры, и клетчатка. Знаешь, когда мы открывали кафе, ну, кухню нашу, да, когда открывали, мы думали, что к нам будут ходить много женщин. Но со временем оказалось так, что к нам очень много приходит мужчин. Причем, что они садятся на питание, берут пятиразовое, трехразовое, да, и мужчины очень... А они молодцы? Да, они вообще молодцы, они очень хорошо за собой смотрят. Молодцы, очень внимательны, очень прям вот конкретно. Женщины экономят, а мужчины, они не экономят. То есть на здоровье, на себе они не экономят. И получается, у нас в клиентуре, можно сказать, мужчин больше сейчас. А вот, Гаухарак, а что за подход? Я, допустим, как клиент прихожу и говорю, составьте мне, пожалуйста, пятиразовое питание. Оно должно как-то подбираться? Оно индивидуально подбирается, да. Индивидуально, да, или нет? Или просто вот есть какой-то образец питания, и все, пожалуйста, получите. Нет, оно будет подбираться. Конечно, есть образец, на который мы опираемся. Но опять же, если они приходят... Если полностью это здоровое. Если они здоровые, да, конечно, пусть выбирают, да, пятиразовое питание. Для этого мы просчитываем по формуле, сколько нужно калорий для энного человека, и, соответственно, отходим от калорий. Если же есть проблемы со здоровьем, то есть это диабет, различные, да, заболевания, то там уже индивидуальный подход. Есть аллергики, которые не кушают глютен, есть кто не кушает молочку. Даже для них противопоказано. У нас очень много в течение, вот как мы уже больше года открыты, в течение года наблюдалось очень много случаев, когда девочки, девушки, да, женщины не могли долго забеременеть по диете. Вот они по питанию, а это тоже влияет. Это тоже дружается на диете все-таки. Потом были случаи, когда женщина тоже очень плохо выглядела по состоянию здоровья, и через месяц она прям залетела к нам на крыльях. Да, у нас был случай, когда убрали желудок вообще полностью из-за онкологии, и у нее не было желудка, ей нужно было по чуть-чуть кушать. Она просто не знала, как кушать, у нее вообще сил не было, соответственно, когда нет нормального питания, человек теряет вес. Когда она к нам пришла, честно сказать, ее к нам просто привели, потому что она ходить не могла. С двух сторон ее поделали. И когда она начала питаться у нас, мы разработали специальную программу, через месяц она просто сама ходила. Не то, что ходила, она прям влетела к нам. Таких случаев очень много, когда наши клиенты, мои пациенты беременеют, или там не только, здесь речь не только о похудении, честно. Здесь речь о здоровье в целом. О здоровом питании. Да, мы относимся к нашим клиентам, пациентам, не с точки зрения похудеть, набрать вес. Мы смотрим с точки зрения, как оздоровить этого человека. Ну, еще как бонусом похудеть, да? Почему? Потому что... Прям грусти, свежая лица. Да, красивая. Да, красивая. Поэтому у нас и ингредиенты другие отличаются от других тем, что мы прям вот конкретно относимся. Если это соль, это гималайская розовая соль. То есть и так далее, и так далее. То есть если это мука, это редкие сорта муки, то есть это мука из зеленой гречки. Это не просто пшеничная мука. Если это лаваш, лаваш бездрожжевой из определенной муки. То есть мы готовим к этому, относимся очень серьезно. Почему? Потому что Гохар только что говорила, это... Как мы для себя делаем, так же мы кормим окружающих нас. Пока сам человек не столкнется с этой проблемой, когда он не ощутит на себе, он тогда только понимает, как и что, и как можно помочь и донести до людей. Просто видишь, каждый раз, когда стоишь на кухне, женщина понимает. Это вот сейчас, да, вот мы сидим, и мы понимаем, что там где-то что-то не хватает, нужно докупить из-за карантина, да. А вообще, когда вот на питании я сама сидела, тоже так же было. Каждый 5 грамм считать, жарить, варить, свешивать, тушить. И знаешь, в течение полгода так надоело, что... Хочется, чтобы кто-то тебе приготовил, понимаешь? Ну, не было такого человека. Чтобы это было правильно. Одно дело, ты просто заказываешь блюдо, да, а тут для тебя, под тебя подстроили индивидуально, знают все твои особенности, все твои проблемы. Возможно, у тебя псориаз, возможно, у тебя диабет. Кстати, сладости, да. Сладости, да. У нас тоже есть ПП-кондитерка, мы попекаем, готовим ПП-сладости. То есть мы, наверное, одни из первых и пока единственные в городе, которые предоставляют ПП-сладости, где есть и для веганов, где нет вообще ничего из животного происхождения, то есть чисто растительные белки, жиры и так далее, да. Все это продумано четко. Вот такой еще вопрос, Мюрер. Сейчас очень много звезд, кто отказался от сахара. Я на себе заметила, чем меньше употребляешь сахар, тем ты становишься... Сейчас я вам скажу. В общем, когда я употребляла его, я как-то вздувалась, надувалась, отекала. Почему? Потому что сахар, сахар это инсулин. Они все отказались от сахара, и я прислушалась. И это правильно, и это правильно. У нас есть сахарозаменители, мы используем натуральные заменители, такие как сироп топинамбура, допустим, да, эритритол, стевия и так далее. У нас нет сахара в нашем. И что, и тогда человек не отекает? Не отекает, если это... Не портится кожа? Нет, не портится кожа. Мало того, что не портится кожа, у нас еще улучшается. То есть я согласна на все сахара. Приходите, приходите. Интересно. Интересно, получается, ты кушаешь сладкое, и тебе только это на позу. Я же тебе говорю, можно кушать все подряд. То есть мы все подряд... Что такое сладости? Есть ягоды, сладости, я перебила, да? Нет, 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 да, срежем. Есть сладости, к примеру, натуральные, такие как ягоды. Ягоды, они сладкие, верно? Верно, бананы, сладости, фрукты. Вот этих сладостей нам... Фруктоза. Фруктоза, да. Этого нам достаточно вполне. Просто многие, у многих рецепторы вкусовые настолько завышены. Почему? Потому что на рынке предложения очень заслащенные продукты мы получаем, да? И очень сдобренные разными специями. Поэтому вкусовые рецепторы, кажется, что правильное питание невкусное, пресное. Да. На самом деле к этому нужно немного привыкнуть. К примеру, когда я сама переходила на правильное питание только из-за того, что я потеряла свое здоровье, и просидев месяц-два без сахара, я буквально попробовала кусок торта, предложенный на рынке. У меня такое ощущение было, что я литр мёда выпила, честно. Это настолько во рту хрустит этот сахар. И точно так же живут большинство, 90% людей. Я замечаю, многие люди отёкшими ходят надутыми. Да. И я понимаю, что это... Это сахар. Не только похудение, честно. Это соль. 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 Да. Это неправильный приём воды. Пищепельцов. Вообще, по идее, есть у человека в организме врождённый иммунитет и приобретённый иммунитет. С врождённым иммунитетом ничего не поделаешь, а вот приобретённый иммунитет можно повышать. Вот смотрите, приобретённый иммунитет входит в свою силу и работает именно ночью. А ночью мы что делаем? Вместо того, чтобы помочь нашему иммунитету, мы загружаем себя едой. Мы каждую вечером... Мы не спим правильно, мы засыпаем за полночь, плюс ещё в холодильнике закидываем себе там очень много еды, да? И наутро просыпаемся отёкшими, потому что мы не дали возможности этому иммунитету поработать. Даже тот момент, когда многие говорят, что перед сном съешь творог или кефир, это тоже уже неправильно. Нельзя. Неправильно. Это неправильно, да, потому что инсулиновый индекс в молочке очень высокий. И когда мы кушаем вечером молочку, употребляем те, которые сидят и говорят, вечером я просто кефир пью, делают ошибку. Это спортивная диета. Это неправильная диета. Что ты мне рассказываешь о спорт? Нет, смотри, спортивная диета, спортсмены, они предлагают съесть творог, но они хотят видеть результаты свои, правильно? А диетолог, он хочет видеть свои результаты. Да, спортсмен, он ориентирован на мышцы. Да. Главное, результат визуальный. Да, да. Диетолог не только мышцы. Мы смотрим, что у человека внутри. Что будет потом, если он это будет употреблять постоянно? То есть, например, когда ты приходишь, индивидуально высчитывают по твоему весу, росту, возрасту, параметрам твой калорий, где будут просчитываться и белок, и углеводы, и жиры, и клетчатка. То есть в нашем питании это все уже учтено. А вот 28 лет и 58 лет? Разница в питании? В питании. Диета какая должна быть? Да, какая должна быть. Допустим, если это 28 лет, обязательно нужно, чтобы это питание было сбалансированное с акцентом на белки, потому что нам мышцы нужны. А вот в 58 лет белки, наоборот, будут закислять организм. Поэтому должны быть преимущественно клетчатки побольше, потому что, вот повально посмотрите на взрослых людей, как они питаются. Они пропускают фрукты, овощи, зерень, потому что не жуются, уже зубы не те, да, и это неправильно. Поэтому у них должны быть больше клетчатки, которые помогают в микробиоте нашего кишечника, да, и заживляют организм. И поменьше белка, чтобы не было закисления организма. Всё-таки деликатный возраст требует к себе деликатной диеты, неправильной, да, будем так говорить. Ну всё-таки вот какие недостатки в белковой диете? Закисление организма. Все, даже закисление организма раз, нагрузка на печень, на почки два, всё должно быть в норме. К примеру, можно делать белковый загруз, либо разгрузочные дни в неделю один-два раза. Это нормально, потому что белков нам не хватает. Но опять же, просто нельзя увеличивать белки, просто нужно создать условия, чтобы эти белки правильно усваивались. Знаете почему? Потому что повально у всех кислотность в желудке снижена, соляной кислоты маловато. А что такое соляная кислота? Да, это уже обеззараживатель в нашем организме, да, и именно соляная кислота расщепляет белки до аминокислоты и так далее, и так далее. Элементарный тест для всех слушателей. Дома попробуйте натощак рано утром стакан воды, чайную ложку соды, либо столовую ложку лимонного сока, либо столовую ложку яблочного уксуса. Смешайте, выпейте. Если у вас в течение часа не будет изжоги, неприятного вкуса во рту, значит у вас соляная кислота снижена. И здесь нужно добавлять нутриенты, нутрицептику в виде бетаин, пепсин. Идеально повышает соляную кислоту и идет усвояемость белков хорошо, намного лучше и больше. И тогда можно, нет необходимости повышать белки и постоянно налегать на белки. Девочки, с вами можно разговорить бесконечную. Это бесконечная тема, это бесконечная. Вот в завершении нашего с вами разговора я хочу вам задать вот последний вопрос. Существуют ли золотые правила, исходя из вашего опыта в диете? Смотря какая диета, я бы сказала, но если учитывать сбалансированное питание, то, конечно же, это не переедать, это первое правило. Не заедать. Не заедать, то есть это легкая сытость, это первое правило. Обязательно режим воды. Второе правило, режим воды. Гаухар говорит, я еще бы добавила заниматься едой осознанно, то есть отключать все гаджеты, телефоны, телевизоры и просто заниматься едой. Многие этим не занимаются. Соответственно, ставить таймер, помогать пищеварительной системе уже в ротовой полости. Жевать тщательно, смешивая со слюной и только потом проглатывать. Допустим, порцию ложки, сколько мы должны жевать ее? Порцию ложки я не скажу, до 40 раз вообще нужно жевать, но порцию ложки я не буду рассматривать. В целом порцию еды, завтрак, обед, ужин в течение 20 минут. Честно скажу, когда я даю такие задания своим пациентам, максимум 6 минут доходили. Настолько мы проглатываем, спешим, а потом получаем проблему с поджелудочной железой, проблемы с печенью, с кишечником, потому что мы не воспользовались своими зубами. Знаешь, вообще я поняла одно, что режим воды и режим сна – это самые золотые правила. То есть есть три правила здорового образа жизни – это вода и досу, и только потом спорт. То есть не так вот нужно в день 2 литра воды выпивать и пойти за раз это выпивать. Не так, а перед каждым приемом пищи за полчаса выпить стакан комнатной температуры воды, и после еды то же самое – стакан теплой воды. И в течение дня выходят те же 2-2,5 литра. Но чтобы не забыть, можно тоже воспользоваться лайфхаком. Ставьте будильник у себя в телефоне, напоминатор о том, что нужно пить воду, потому что многие забывают пить воду, честно. Как, например, я. Чай, кружок, куда они относятся. Надо же воду попить. Где вода, где вода, и бежишь, истерически выпиваешь ее, быстро торопишься. Ну, мы же состоим из воды, а не из еды, и воду нельзя забывать пить, вот честно. И плюс к этому вода, она должна иметь ряд качеств. Она должна быть очищенная, фильтрованная, это элементарно. Она должна быть живая, щелочная, оживляем каким образом. Есть различные ионизаторы, да, сплавы железа, кто что найдет. Но также есть коралловые минералы. Девочки, милые, спасибо вам большое, что вы сегодня вместе с нами встречаете это утро. Мы дарим вам нашу газету «Раббат». Спасибо. Читайте все самые последние новости, будьте в курсе всех самых последних новостей и событий. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, ну а мы продолжаем, не переключайтесь, все самое интересное впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова